Слушайте продолжение чтения первой книги царств. Читаю десятую главу. И взял Самуил сосуд с селеем, и вылил на голову его, и поцеловал его, и сказал, «Вот Господь помазывает тебя в правителя наследия своего. Когда ты теперь пойдешь от меня, то встретишь двух человек близ гроба Рахили, в пределах Вениаминовых, в Целцахе, и они скажут тебе, нашлись ослицы, которых ты ходил искать, и вот отец твой, забыв об ослицах, беспокоится о вас, говоря, что с сыном моим? И пойдешь оттуда дальше, и придешь к Дубраве Фаворской, и встретят тебя там три человека, идущих к Богу в Вифиль. Один несет трех козлят, другой несет три хлеба, а третий несет мех с вином. И будут приветствовать они тебя, и дадут тебе два хлеба, и ты возьмешь из рук их. После того ты придешь на холм Божий, где охранный отряд филистимский, и когда войдешь там в город, встретишь сонм пророков, сходящих с высоты, и перед ними псалтирь, и тимпан, и свирель, и гусли, и они пророчествуют. И найдет на тебя Дух Господень, и ты будешь пророчествовать с ними, и сделаешься иным человеком. Когда эти знамения сбудутся с тобою, тогда делай, что может рука твоя, ибо с тобою Бог. И ты пойди прежде меня в Голгал, куда и я приду к тебе, для принесения всесожжений и мирных жертв. Семь дней жди, доколе я не приду к тебе, и тогда укажу тебе, что тебе делать. Как скоро Саул обратился, чтобы и тет Самуила, Бог дал ему иное сердце, И сбылись все те знамения в тот же день, когда пришли они к холму, вот встречается им сонм пророков, и сошел на него Дух Божий, и он пророчествовал среди них. Все, знавшие его вчера и третьего дня, увидев, что он с пророками пророчествует, говорили в народе друг другу, «Что это стало с сыном Кисовым? Неужели и Саул во пророках?» И отвечал один из бывших там и сказал, «А у тех кто отец?» Посему вошло в пословицу, «Неужели и Саул во пророках?» И перестал он пророчествовать и пошел на высоту. И сказал дядя Саулов ему и слуге его, «Куда вы ходили?» Он сказал, «Искать ослиц», но, видя, что их нет, зашли к Самуилу. И сказал дядя Саулов, «Расскажи мне, что сказал вам Самуил?» И сказал Саул дяде своему, «Он объявил нам, что ослиц нашлись, а того, что сказал ему Самуил о царстве, не открыл ему». И созвал Самуил народ к Господу Массифу и сказал сынам Израилевым, «Так говорит Господь Бог Израилев, «Я вывел Израиля из Египта и избавил вас от руки египтян и от руки всех царств, угнетавших вас. А вы теперь отвергли Бога вашего, который спасает вас от всех бедствий ваших и скорбей ваших, и сказали ему царя постав над нами, «Итак, предстаньте теперь пред Господом по коленам вашим и по племенам вашим». И велел Самуил подходить всем коленам Израилевым, и указано колено Вениаминова. И велел подходить колено Вениаминову по племенам его, и указано племя Матриево. И приводят племя Матриево по мужам, и назван Саул, сын Кисов. И искали его, и не находили. И вопросили еще Господа, придет ли еще он сюда? И сказал Господь, «Вот он скрывается в обозе». И побежали, и взяли его оттуда, и он стал среди народа, и был от плеч своих выше всего народа. И сказал Самуил всему народу, «Видите ли, кого избрал Господь, подобного ему нет во всем народе». Тогда весь народ воскликнул и сказал, «Доживет царь». И изложил Самуил народу права царства, и написал в книгу, и положил пред Господом. И отпустил весь народ каждого в дом свой. Так же и Саул пошел в дом свой в Гиву, и пошли с ним храбрые, которых сердца коснулся Бог. А негодные люди говорили, «Ему ли спасать нас?» И презрели его, и не поднесли ему даров, но он как бы не замечал того. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok